Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, как вы, безусловно, знаете, сегодня Церковь совершает память двух братьев равнопостольных, Кирилла и Мефодия, учителей славянских, которые, благодаря подвигам которых, благая весть стала распространяться среди славянских народов, и все славянские народы обязаны Кириллу и Мефодию не только как раз тем, что они познали Евангелие и благую весть, но еще и рождением, скажем, своей культуры, потому что миссия Кирилла и Мефодия имела огромное значение в становлении вообще славянской культуры. Кирилле и Мефодии начали свою миссию в Великой Моравии в середине IX века. А это очень сложное время для истории Церкви, потому что именно в это время и произошел первый серьезный инцидент, скажем, будем так говорить, между Римом и Константинополем. Как раз перед этим Кирилл, Кирилл это его имя в постриге, но постриг он принял фактически в конце жизни, а звали его Константином. Константин учился в Константинополе в первом, скажем так, университете константинопольском и стал человеком удивительной эрудиции, потому принято его и называть философом, Константин философ. Он учился вместе с также очень талантливым человеком Фотием, который позднее стал патриархом. А стал патриархом при довольно сложных обстоятельствах, потому что патриарх Игнатий, который был до него, был не сложен. И вот фактически его Фотиа назначили патриарха, а он был в то время еще мирянином. И буквально за, меньше чем за неделю, он был проведен через все степени церковной иерархии, стал чтецом, диакомом, священником, епископом и затем патриархом. И вот по причине этих событий и еще определенных интриг, все-таки придворных и так далее, в какой-то момент во всем этом вмешивался Папа Римский того времени, Николай, который в результате выразил свое неодобрение этих событий и через какое-то время отлучил от церкви Фотиа, то есть константинопольского патриарха. Сам Фоти ответил тем же, тем, что собрал свой собор и отлучил от церкви Папу. Это было первый раз в истории церкви, очень серьезное, поэтому как бы взаимное отлучение двух предстоятелей, двух поместных церквей, поэтому чрезвычайно печальное событие. Вот как раз Константин учился перед этим вместе с Фотием. И миссия Кирилла и Мефодия в Мораве начинается именно вот на фоне этих довольно грустных и сложных событий. Кирилл и Мефодий начали свою миссию, имея уже какие-то тексты в переводе на славянский язык. Они знали один из славянских диалектов, потому что место, где они родились, солоники там чуть севернее говорили на одном из многочисленных славянских диалектов, поэтому знали этот язык, и по традиции Кирилл изобрел алфавит, правда не кириллица, как обычно считается, а более древние алфавиты, глаголица, но как бы то ни было, с этим алфавитом и с этими переводами они и начали свою миссию. Они перевели и Священное Писание частично, и какие-то богослужебные тексты, и стали их использовать в своей проповеди, в своей миссии. Но здесь как раз они столкнулись с серьезной сложностью, что другие миссионеры, которые также проповедовали Евангелие в этих же местах, в Моравии, а эти миссионеры были франками, то есть относились к латинской части Единой Империи, и они считали, что использовать вот этот язык для богослужения и для того, чтобы на нем выразить Священное Писание невозможно. И тогда было такое мнение в западной части Европы, что вот есть только три языка, которые достойны и могут поэтому выразить и Священный Текст, и Богослужебный Текст. Это, безусловно, древний иврит, греческий и латынь. А вот это варварский язык, какой-то странный славянский диалект, он недостойен и нельзя на него переводить Священный Текст. А вот Кирилл и Мефодий были уверены, что любой язык достойен, и любой язык, а затем любая культура может выразить в том христианской благовестии. И потому, не зная, как быть, они отправились в Рим, и, чтобы урегулировать вот этот, скажем, конфликт, обратились к Папе Римскому того времени. Это уже преемник того Папы Николая, который отлучил Фотия, но эти события были фактически сразу после этого отлучения. Папа Римский Адриан II, он устроил, они взяли с собой мощи Климента Римского и подарили Папе, потому Папа устроил им замечательный прием, и он не только одобрил, благословил эти переводы, но подтвердил, что действительно каждый язык достоин. И чтобы всем это показать, повелел отслужить Божественную Литургию на этом славянском языке прямо в Риме. И потому, вот как неудивительно, самая первая Божественная Литургия на том языке, который сегодня мы называем церковнославянским, она была отслужена как раз в городе Рим. Мало того, Папа еще поддержал братьев тем, что назначил двух епископов, которые латинского обряда, которые рукоположили священников и рукоположили Мефодию в архиерей. И Кирилл после этого скончался, и потому его мощи находятся в Риме. А вот уже Мефодий, будучи уже архиереем после рукоположения от Папы и от других латинских епископов, вернулся в Моравию вместе с этими священниками. Почему я в таких подробностях рассказываю эту историю? Потому что она удивительным образом доказывает, что несмотря на такой крайне неприятный инцидент между Римом и Константинополем, все же вот братья Кирилл и Мефодий считали, что церковь осталась единой. И потому, хотя вот Фотий был низложен в ноябре 1867 года, а мы знаем, что Кирилл и Мефодий были в Риме между декабрем 1867 года и начало 1869 года, потому что мы знаем дату, когда этот Папа вступил на престол в Риме, и также знаем дату кончины Кирилла. Вот в этом совсем небольшом промежутке времени, вот они и побывали в Риме. То есть в самый сложный момент, когда крайне острый конфликт между Римом и Константинополем, при том преемник Папы, который низложил его, можно сказать, друга Фотия, тем не менее Кирилл и Мефодий считают, что церковь едина, и потому могут, чтобы разрешить проблему, которая возникла с латинскими собратьями, они, безусловно, обратились без всякого сомнения к римскому первосвященнику. Именно потому, что были уверены, что церковь едина. Для нас это очень важный урок, потому что очень часто намного менее значительные конфликты мы воспринимаем как отсутствие единства. Мы готовы порвать всякое отношение. Вот, например, теперешняя ситуация, печальное положение конфликта между нашей Русской Православной Церковью и Константинопольской. К сожалению, вот мы находимся фактически в состоянии раскола. То есть, когда это не объявлено официально, но мы не поддерживаем полное фхористическое общение. А это фактически означает раскол. Вот пример Кирилла Мефодия должен нас заставить задумываться. Вот, что важнее, обиды или все-таки сохранить любовь взаимную, прощение взаимное и единство. Мы слышали в Евангелии, как Господь сказал апостолам, «Вы свет мира, и не может укрыться город, стоящий наверху гори». Вот так же свет мира, действительно, светом мира были братья Кирилл и Мефодий. Господь сказал, «Да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославли Отца вашего Небесного». Вот прошло столько веков после миссии Кирилла и Мефодия, и мы все помним и прославляем их, потому что действительно оправдываются эти слова из Евангелия. «Еще Господь сказал, кто нарушит одну из заповедей Моих, из самых малейших заповедей, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, то есть кто научит других соблюдать эти заповеди, тот великим наречется в Царстве Небесном». Мне вспоминается, что эти слова написаны на могиле Отца Александра Мения. Думаю, что эти слова и нас призывают. Безусловно, каждый христианин есть миссионер, и мы посланы каждый вот туда вот, где и находится, где трудится, где вот в своей семье, среди своих знакомых, соседей и так далее. И что важно, что прежде всего должен делать миссионер? Должен соблюдать заповеди сам в своей жизни. И больше, чем словом, должен проповедовать своим примером из жизни. Будем стараться, не забывая о наших великих учителях Кирилле и Мефодии, и будем им молиться, чтобы они нас укрепили, нам помогли действительно быть настоящими христианами. Аминь.